Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами я, Турбенте Банальный. Сегодня у нас такой небольшой информативный видосик. Многие из вас мне уже написали, что Mail & Sandbox пропал из Google Play, да? То есть, если мы попытаемся его найти, да, вот Mail & Sandbox, то его здесь не будет, да, друзья? И даже если там в Google просто в обычном браузере вписать Mail & Sandbox, там вроде бы будет ссылка на страницу в Google Play, но если ты на нее нажимаешь, то будет написано «Страница не найдена». Что же случилось, да, вы меня спросите. Смотрите, если мы зайдем в официальный дискорд разработчиков, если мы это сделаем, и мы можем прочитать здесь вот такую вот информацию, которую я для вас сейчас переведу как смогу. А, ну, с помощью переводчика, конечно, не сам. В Стиме уже заканчивается весенняя распродажа, и чтобы успеть запрыгнуть в последний вагон неведомой щедрости от Стима, прямо сейчас воспользуйтесь пополнением через сервис Купикод. Пополнение происходит буквально в пару кликов. Вписываете свой логин Стима, указываете сумму пополнения и нажимаете «Пополнить». Если вдруг возникнут вопросы, то рядом есть вкладка с инструкцией и ответами на частые вопросы. Комиссия, которую берет сайт, самая низкая на рынке. Она зависит от суммы пополнения. Ну, а если вы введете промокод «Турбо», то комиссия снизится еще на 2%. Также на сайте можно авторизоваться с помощью ВК и Телеграма и получить 50 бонусных рублей. А для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение. К тому же имеется возможность пополнения казахстанского аккаунта. А еще на Купикод можно купить карточки пополнения других регионов. Ну и, конечно же, можно приобрести недоступные в РФ игры, и на них будет действовать по моему промокоду скидка в 10%. Кстати, сейчас же проходит конкурс «Купилиарт», в котором можно выиграть стимдек и кучу других призов. Теперь вы знаете, как легко и безопасно пополнить свой стим. Ссылка на Купикод будет в описании. И не забывайте про мой промокод. Некоторые из вас могли заметить, что игра пропала из магазина. Но не стоит беспокоиться, мы уже работаем над ее возвращением. Вы, наверное, думаете, как такое могло случиться. Некоторое время назад у нас был тролль, который нарушал авторские права наших создателей контента на YouTube. И вообще доставлял нам неудобства. Вот это интересно. Что за тролль? И нарушал права... То есть мои тоже мог наружить. Я тоже создатель контента на YouTube. Интересно, интересно. Но я не слышал об этом ничего. Теперь они решили, что просто нападать на наших создателей недостаточно. И принялись за саму игру. Подобные ложные претензии на авторские права могут показаться забавными. И они могут думать, что им все сходит с рук. Но мы готовим против них судебный иск. Вот так вот. Все не так просто, друзья. Это просто ужасно. Как легко таким троллям претендовать на чужую интеллектуальную собственность и издеваться над нами. Но Мелон наш персонаж. И они заплатят за весь тот вред, который они нам причинили. Ну реально забавно, да? То есть в целом как будто бы... Это так выглядит, как будто это супер просто. Взять там и удалить чужую игру из этого... Из Google Play, да? Странно, конечно. Вот это все работает. Сейчас наша главная задача вернуть игру в строй. Чтобы вернуть игру быстрее, нам может понадобиться ваша помощь. Ведь реклама наш лучший помощник. Тем временем, пожалуйста, отметьте в Твиттере Google Play. И попросите их вернуть игру, которая была удалена из-за ложных авторских прав. Но проблема в том, что, конечно, мы бы могли это сделать как-нибудь. Но у нас Твиттер не работает. Мы не можем в Твиттере, к сожалению, написать. Тем более, сейчас, по-моему, это уже не Твиттер, а Икс, да? Называется Икс. Или Твиттер, хрен узнает. Ну вроде Икс. Короче, к сожалению... Ну, ребят, если вдруг вы можете, то в целом надо помочь нашему Мэйлону, да? Замечательному Мэйлон Сэндбоксу, Мэйлон Плейграунду. Если вдруг у вас есть возможность, и у вас есть аккаунт в Твиттере, и вы можете зайти в этот Твиттер и там отметить их, написать «Верните Мэйлон Сэндбокс!» То будет прикольно. Вот я, к сожалению, не могу. У меня нет аккаунта. У меня, ну, не работает Твиттер в моей стране. Да, потому что, ну, не работает вот так вот. Вот. Так что как-то так. Но, друзья, не отчаивайтесь. Если у вас, да, если у вас, соответственно, установлен, установлен Мэйлон Сэндбокс, да? Смотрите, у меня игр всяких. Да, Мэйлон Сэндбокс. Если у вас установлен, вы его не удаляли, то вы без проблем можете его запустить. Да, то есть он вполне запускается, никаких проблем не присутствует. Но если вдруг у вас его нету, и вы не знаете, как его скачать, да, откуда, то можете зайти ко мне в мой Телеграм-канал. Вот. По ссылке в описании. И там найти эту игру, да, для телефона без проблем. Ну, или для эмулятора, как я пользуюсь. То есть мы вполне, видите, все работает. То есть если... Опа. Непон. У меня... Только я сказал, что все работает. Что-то хрень какая-то. Так, друзья, я снова с вами. Вроде перезашел. Все нормально. Бывают какие-то проблемы. Короче, все работает, как вы видите. Да, новая версия. Все, балдеж продакшн представляет. Машинка. Трак здесь имеется. Ой-ой. Ой-ой. Ёперный театр. Короче, все, друзья, работает. Спасибо за просмотр. Такое небольшое информативное видео. Пишите в комментариях, может быть, о чем вы хотите, чтобы я сделал еще видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про мой Телеграм-канал по ссылке в описании. И то, что у меня есть бусты. У нас появились новые бустеры. Да, это очень приятно. Вот. Если вы хотите поддержать меня и попасть в секреты чайда, можно общаться со мной, то welcome по ссылочке в описании. Спасибо большим моим бустерам, кто меня уже поддерживает. Это Лорд Алекс, это Филипп, это Львумборч. Львумборч. Львумборч, это Чебратор 3000. Это Ринс Вент. Да, друзья. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok